ДИАЛОГ НА РАВНЫХ Анатолий Иванович также поделился своими размышлениями об истории Отечества, патриотизме и о войне. И что мы знаем, там людей видно, как в рентген. Поэтому это вот отдельная такая песня. Люди посвящают жизнь служению. И их родные, и их соседи, и они сами, и их друзья, они знают, что они могут отдать жизнь. У меня сын 8 лет. Я ему задал вопрос, ну это же мой сын, он же должен все знать, правильно? Я у него спросил, Япония во время Второй мировой войны была нашим союзником или противником, он говорит, конечно, союзником. Я с этого времени начал заниматься патриотической работой. Анатолий Кудрин призвал студентов не тратить свое время впустую и брать от обучения в институте максимум знаний и возможностей. Нужно быть готовыми здесь. Вот то есть слышать то, что вам говорят, вникать, грызаться. Вы представляете сейчас кто нужен? Кто сейчас нужен? Специалист. И от того, какими вы будете специалистами, кто-то из вас пойдет преподавать, кто-то пойдет во флот, кто-то пойдет даже на море, да? Кто-то дальше будет продолжать свою учебу, там, кандидатские и все остальное прочее. Но в вас заложили то, что сейчас есть. Если вы будете специалистами, вы будете вас требовать. Серьезные и познавательные, трагичные и смешные. Истории Анатолия Кудрина о боевом опыте искренне затронули студентов. Это правда был диалог на равных, так как он нам говорил что-то, так же мы у него интересовались чем-то. Диалог получился, он очень разносторонний. То есть мы говорили как и на трогательные темы действительно, которые действительно затрагивают душу и может коснуться каждого нас. Мы же ни от чего не застрахованы. Важно то, что каждый мужчина своей родины защищал страну. То, что не отступал, не бежал от проблем, их нужно решать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!